Мнение Протерея Андрея Ткачёва Оказывается, в семейной жизни бывают три ключевых ошибки. Семейная жизнь может быть сложной, если неправильно её строить. Поэтому нужно заранее узнать, какие испытания могут вас встретить, чтобы вовремя их преодолеть. В этом пути вам поможет Господь, как и всякий Отец, а также молитва Ему. Также изучите типичные ошибки в браке, которые выделяет Андрей Ткачёв, чтобы примерно понимать, чего стоит опасаться и на что обратить внимание. Совместная жизнь с родителями Муж и жена должны жить отдельно от своих родителей. Если с мамой мужа или жены случается беда, то помогите ей, если хотите увидеть её, то придите в гости. Но не съезжайтесь. Две хозяйки на одной кухне не могут существовать. Такая ситуация потенциально опасна и для жены, и для его, или её матери. Могут возникнуть ссоры, появятся обиды и злость. Например, в Китае письменность иероглифическая. Два иероглифа разного значения вместе образуют другое слово. Иероглиф «Хлеб и рот» вместе образуют слово «сытость». Но вот два иероглифа «женщина» под одной якобы крышей означает слово «проблема». Поэтому молодая женщина, которая начинает жить самостоятельно со своим мужем, должна жить отдельно от своих и его родителей. Матери порой думают, что всё знают и лезут душу без спроса. Зачастую это портит совместную жизнь супругов. И чтобы ваша семейная жизнь не подверглась влиянию и зне, молитесь больше. Не исполняйте супружеский долг. Иногда у супругов складываются прекрасные отношения, но когда дело доходит до близости, всё меняется. Жена может не хотеть этой близости, а мужчина наоборот. В таких случаях жена не может отказать. Конечно, есть проблемы в травмах или здоровье, но это нужно решать и лечить. Но по прихоти лишить мужа близости, когда он хочет, нельзя, это часть супружеской обязанности перед ним. Иначе мужчина уйдёт и найдёт другую, к сожалению. Это современные реалии. То же самое может происходить с мужем, который не хочет быть застяжена, наоборот. Другое дело, когда оба супруга относят холодно к этому занятию, тогда никто не должен себя заставлять. Отношения партнёров не обязательно будут сводиться к постели. Супружесть может быть и без них, но по боюдному желанию. Тогда непонятно, что делать тем супругам, один из которых постится и отказывается от отношений такого плана. А другой не может или не хочет поститься. Поэтому его желание никуда не делось. В таких случаях нужно идти на уступки тому, кто умеет воздерживаться. Полноценно не воспитывайте детей. Многие считают, что детей нельзя бить. Ребёнок беззащитный, поэтому не может ответить вам. Но ремень в воспитании должен присутствовать. Конечно, не каждый день. Он может висеть на крючке, чтобы ребёнок видел и понимал, что в случае чего он получит наказание за отвратительное поведение. Издеваться над детьми не надо, но воспитывать с периодической помощью ремня нужно, конечно, в рамках дозволенного. К сожалению, современные дети – это идолы. Для родителей они являются маленькими богами, которым нужно прислуживать, из которых нужно сдувать пылинки. Но прийти к настоящей вере, к настоящему богу нельзя, пока человек не откажется от превозношения своих детей до идолов. Ложные боги жестоки, они никогда не будут милостивы к тем, кто их любит. Наоборот, они принесут впоследствии страдания, поэтому используйте ремень. Когда ваш 13-летний сын придёт и будет вонять табаком, используйте ремень, если заметили, что ребёнок вытаскивает деньги из вашего кармана. Нельзя, например, ребёнка бить, когда он за школу двойки несёт, или с одноклассниками дерётся. Это всё часть необходимой социализации. Здесь нужно уже больше говорить, показывать и объяснять. Ремень бесполезен в таких ситуациях, он уже становится издевательством над ребёнком. Вот такая полезная мини-проповедь от протерей Андрея Ткачёва. С нами была прочитана и услышана об ошибках в семейной жизни. Редактор субтитров А.Сёмкин